Всем привет! Это очередной обзор видеокарт десятого семейства GeForce, и на этот раз от компании Zotac. И сначала небольшая прелюдия. На постсоветском пространстве крепко закрепились такие бренды как Asus и Gigabyte, ввиду чего их доля рынка просто огромная, а другие компании просто подбирают оставшиеся крохи. Но это не означает, что другие компании предлагают продукцию худшего качества, чем лидеры рынка. Нередки случаи, когда продукция таких непопулярных брендов лучше, среди таких непопулярных, а для кого-то и неизвестных, компания Zotac. Сам ассортимент видеокарт у Zotac, как всегда скутный, но в то же время качественный. И по старинке начнем обзор с референсных видеокарт от компании Nvidia. Компания Zotac, так и Gigabyte, не стала выдавать референсные видеокарты как свои уникальные, заменив стоковую систему охлаждения на свою, а просто продает видеокарты как есть. Подробнее о референсах посмотрите в этих двух видео, а я сразу перейду к фирменным видеокартам, а точнее всего-навсего к одной фирменной видеокарте с 10 фазами питания, на основе которой сделаны все остальные. Первая видеокарта это GTX 1070 AMP Edition. Кстати, AMP это сокращение от слова Amplifier или его производных. Дословно переводится как усиленная, но я думаю правильнее понимать под этим словом понятие улучшенное. То есть, если вы видите в названии видеокарты Zotac аббревиатуру AMP, что это значит, что данная видеокарта не референсная, и то что данная видеокарта будет иметь более высокие частоты работы компонентов, улучшенную систему питания и более эффективную и тихую систему охлаждения, в отличие от референсной видеокарты. Система охлаждения у видеокарты довольно хорошая и эффективно справляется с нагревом всех элементов. Из-за особенности расположения компонентов на плате, элементы питания охлаждаются вспомогательным радиатором, который никак не соприкасается с основным. Вторая видеокарта это GTX 1080 AMP Edition, которая идентична первой видеокарте по системе охлаждения и также имеет разогнанный графический чип. Третья видеокарта это GTX 1070 AMP Extreme, это все та же 10-фазовая видеокарта, но с более высокими частотами графического чипа и модифицированной системой охлаждения, у которой радиатор увеличен по длине на 25 мм, а высоте на 10 мм, из-за чего он занимает 2,5 слота. Также в данный радиатор встроены уже не 5 тепловых трубок, а 6, и все это дело охлаждается тремя вентиляторами, имеющие дополнительные ребра для большего потолка воздуха. И здесь я сделаю небольшое отступление и выскажу личное мнение по поводу заводского разгона видеокарты. Я считаю, что незачем переплачивать за заводской разгон, когда можно самому без особых усилий и знаний еще лучше разогнать видеокарту и получить большую производительность. И это касается видеокарт всех брендов. То есть, к примеру, когда одну и ту же видеокарту G4 GTX 1080 Gaming компания MCI подает с разницей в 50 долларов только из-за заводского разгона, который может к тому же и некорректно работать, то это уже наглость. Но есть одно исключение, и это Zotac. Она продает ту же 10-фазовую видеокарту с разницей в 70 баксов. Но в данном случае, эта разница не просто в разгоне, а в другой кардинально улучшенной системе охлаждения. Кто-то скажет, что похожая ситуация у микростара. Есть видеокарты Armor и есть более дорогие гейминг. Хоть и отличия в системе охлаждения я не считаю значительными. Четвертая видеокарта это GTX 1080 AMP Extreme, которая имеет идентичную систему охлаждения, что и видеокарта GTX 1070 AMP Extreme. И разумеется, частоты работы графического чипа еще больше, чем у GTX 1080 AMP Edition. И пятая видеокарта это GTX 1080 Arctic Storm. Это видеокарта, у которой система охлаждения выполнена в виде немного нестандартного водоблока. Что вообще можно сказать про данные видеокарты? Работоспособность у них хорошая. На видеокарты версии AMP Edition вообще нет нареканий. Были нарекания у покупателей на AMP Extreme. У них появлялись артефакты из-за большого разгона. Но данный случай единичный. Видеокарта GTX 1080 AMP Extreme на данный момент, возможно, самая быстрая. Судя по множеству различных тестов, она обходит своих ближайших конкурентов на 2-5%. Следующая это система охлаждения, которая не вызывает нареканий. Она достаточно эффективная и тихая. Некоторые покупатели жалуются на температуры в районе 80-85 градусов. Что допустимо, но для данной видеокарты не является нормой. И для устранения данной проблемы необходимо установить фирменное программное обеспечение и поиграться с настройками для взрослого повышенного напряжения на чипе до стандартного режима. Что касается стоимости. Она тоже приемлемая. Пока другие зажравшиеся производители повышали цены на свою продукцию, зоток наоборот снизил. Еще недавно видеокарта GTX 1080 AMP Edition стоила 660 долларов. Теперь ее цену снизили до 630 долларов. В принципе можно ожидать и снижение цены на GTX 1080 AMP Extreme, которая сейчас составляет 730 долларов. Да, и я немного вам приврал. На самом деле есть еще одна уникальная видеокарта у зоток. Если ее можно называть видеокартой. Это GTX 1070 mini. Но о нее ничего не расскажу. Как информации на данный момент никакой нет. Кроме той скудной, которая размещена на официальном сайте. Пересюмируя, скажу следующее. Рекомендую к покупке продукции от компании зоток, так как она была достаточно качественная и производительная за приемлемые деньги. На этом у меня все. Всем спасибо. Увидимся.